Елена Шанина известная советская актриса, особую популярность приобрела в свете выхода фильма Принцесса цирка и пронзительного запоминающегося спектакля Юнона и Авось. Звезда советского кинематографа и одного из самых известных театров СССР родилась в довольно обычной семье. Она была первым ребенком, но вскоре родился братик и на хрупкие плечи Лены легла непосильная ноша по воспитанию младшего братика. Потому что родители часто пропадали на работе и были заняты, как и многие в те далекие времена, не только личной судьбой и потребностями, но и проблемами своей страны. Ведь отец и глава семейства Шаниных был военным, и это сказывалось на его нахождении в домашней обители. Елена Шанина росла довольно артистичным ребенком, и этот факт не остался незамеченным. Даже воспитатели детского садика звонили и говорили родителям девочки, забирайте свою актрису. В таком далеком и безоблачном детстве Леночка мечтала стать известной балериной, но в связи с ее болезнью порог сердца не смогла попасть в балетную студию. Но этот факт не сломал ребенка. Яна направила всю свою энергию на покорение артистических высот. Шанина посещала театрализованный кружок и постоянно радовала своих родных и близких изумительными выступлениями. По завершению учебы в Гитмик, через год сбылась мечта Елены. Яна поступила в известный Ленком. А произошло это, как в известной пословице, нет худа без добра. Дело было так. Подающий большие надежды привлекательную студентку приметил популярный режиссер Андрей Кончаловский. Он на тот момент готовился к съемкам музыкальной мелодрамы под названием «Роман совлюбленных» и искал главную героиню. Конечно, на предложение Кончаловского сыграть главную роль в музыкальной мелодраме Елена Шанина сразу без раздумья ответила согласием. Но случилось непредвиденное. Известный режиссер решил взять на главную роль другую актрису. Ею оказалась Елена Коренева. Поговаривали, что у Андрея Кончаловского с Кореневой была интрижка. На тот момент Галина Бабич, которая работала режиссером по актерам, сообщила Шаниной пренеприятнейшую новость, но дала артистке обещание походотайствовать о ее дальнейшей судьбе. Режиссером Ленкома к этому времени был Марк Захаров. Бабич попросил его об одолжении взять Елену Шанину в свой театр. Марк Анатольевич просмотрел юную студентку и вынес решение взять ее в труппу. Именно знакомства в театре изменили жизнь Елены. Вскоре у нее возник роман с Александром Збруевым, но он оказался женат. В 40 лет Шанина стала мамой и родила Збруеву чудесную дочь по имени Татьяна. Александр долгое время разрывался на две семьи, ведь от первого брака у него тоже росла дочь Наталья, но разводиться он не собирался, так и остался папой на выходные. Но Елена утверждает, что ни о чем не жалеет, ведь благодаря ему у нее появилась дочь. История с Александром Збруевым стала для всех тяжелым испытанием. Таня уже маленькой девочкой понимала, что папа не может жить с ними вместе, а может только иногда ее навещать. Збруев никогда не скрывал того, что Татьяна его дочь и дал ей свою фамилию. Повзрослев, девушка решила тоже стать актрисой и сегодня Татьяна Збруева играет на сцене Ленкома. Позже поговаривали, что Елена любила еще одного легендарного актера Ленкома, Николая Караченцева. Будучи знатным лавеласом, Караченцев крутил романы с яркими актрисами, но вот любовь Елены к Николаю Караченцеву оказалась безответной. Сегодня Елена Шанина продолжает выступать на этой же сцене, хотя и гораздо реже, чем прежде. Впрочем, она относится к этому спокойно, понимает, что надо уступить дорогу молодым актрисам и теперь в основном играет матерей главной героинь. Она считает себя неодинокой, свободной и высоко ценит возможность не зависеть от семьи, быта и домашних обязанностей. А ее Кончита до сих пор самая яркая и знаменитая, несмотря на то, что эту роль играли после нее и другие талантливые актрисы. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!